Приветствую всех металлистов на моем канале. Пока у меня на стадии подготовки очередной обзор, я бы хотел сделать небольшой новостейный выпуск. На самом деле не люблю заниматься новостями, любой ютуб канал будет всегда сильно опаздывать. Пока соберет новостей хотя бы минут на 5, они уже приобретут запах нафталина. Потому что в этом плане все-таки наиболее оперативно работают интернет сайты, так как в общем-то обновляются многократно за день. Все что нужно любой меломан может прочесть именно там. Кто от кого ушел, к кому пришел, что записал, в кого швырнули бутылку из толпы поклонников и так далее. И куча всякой другой полезной и не очень информации. Этот выпуск я решил сделать в преддверии нового года, скоро середина декабря. Осталось всего несколько свежачков от известных групп и все остальное уже будет в 2018. Так вот, я сейчас быстренько пробегусь по тем релизам, которые уже точно запланированы на конкретные даты. И релизы выбрал те, что выйдут в относительно ближайшее время, а именно январь-февраль. Итак, начнем с британской дезметал группы Bloodshot Down, которая записала свой новый альбом. Называется он Reanimation и появится 12 января уже следующего года на лейбле Hostel Media. Вот такая у него обложка. Что ж, скоро послушаем, что у них там получилось. Далее, канадская группа Anvil. Я уверен, многие ее знают. Новый альбом записан. Это уже, представьте себе, 18-я полноформатная пластинка. И называется она Pounding the Pavement. Дата выхода 19 января на лейбле SPV Steam Hammer. Вот такая вот незамысловатая обложечка. Израильская группа Orphan Land. Очень жду их нового альбома, на самом деле. Музыку они играют весьма колоритную, с ближневосточными мотивами. И все это очень органично увязывается с современным, извините, металлом. Так что ждем. Альбом называется Unsung Prophets and Dead Messiah. И выход запланирован на 26 января следующего года на лейбле Century Media. Британская рок-группа Magnum. Истинные ветераны. Кто любит рок-музыку, не пропустите. А вдруг мужики не разочаруют. Новый альбом называется Lost on the Road to Eternity. И вот обложка, которая, собственно, выдержана все в том же стиле, что и прошлые релизы группы. Это уже 20-й альбом. Вот так вот. Выход запланирован на 19 января 2018 года на лейбле Steam Hammer. Далее еще одна известная хэви-металл-группа Saxon выпустит свой новый альбом под названием Thunderbolt. Обычно мне всегда нравились их обложки. А в этот раз что-то, как-то они прокололись. Какая-то такая несуразная, как по мне. Ну, ладно. Может, под ней будет скрываться что-то шедевральное. Мало ли. Появится альбом 2 февраля 2018 года на лейбле Militia Guard. И вот новость, которая меня особенно радует. Российская Аркона анонсировала выход своего нового альбома, который будет называться «Храм». Если честно, я очень на него рассчитываю, потому что предыдущие две работы мне, мягко говоря, не пошли. То есть последняя работа, которая мне действительно понравилась, это был альбом «Гой роды Гой». Затем вышли «Если я не ошибаюсь, слово» и «За ним явь». Оба альбома, ну, какие-то суховатые. Я ждал какой-то более яркой музыки. Особенно если вспомнить тот же «Гой роды Гой» и вышедший перед ним «От сердца к небу». «Храм» выходит 19 января следующего года на Напалм Рекордс. Австрийская группа Summoning выпустила свой новый альбом «With Doom We Come». Релиз состоится 5 января на Напалм Рекордс, это официальная дата. На самом же деле этот альбом гуляет по просторам интернета, наверное, уже как минимум с месяц. Я его послушал, но говорить пока ничего не буду. Американские пост-хардкорщики Escape the Fate также записали новый альбом. Прошлые работы были весьма интересны и мелодичны. Новая пластинка получила название «I'm Human» и выйдет 16 февраля на лейбле «Bad and Noise». Еще одна радующая меня новость – это Machine Head анонсировали выход нового уже девятого альбома под названием «Catharsis». Дата выхода 26 января на Nuclear Blast Records. Жду его с нетерпением и очень надеюсь на классную музыку. Американцы Corrosion of Conformity и еще одни ветераны выпустят новый альбом, который получил название «No Cross No Crown». И случится сие события 12 января. Германа-норвежская группа Leafs Eyes также запланировала свой новый альбом, который уже записан под названием «Sign of the Driven Heart». Напомню, что Ли Кристин в этой группе уже не поет и выйдет альбом 12 января на AFM Records. Далее, Symphonic Metal группа Visions of Atlantis тоже выпустит свой седьмой альбом «The Deep and the Dark». Дата выхода 16 февраля на Napalm Records. Вот такая яркая обложка, вызывающая у меня ассоциации с последней частью «Пиратов Карибского моря». Вообще, обложки у Visions of Atlantis всегда были очень яркими, красивыми, только вот музыка не всегда им отвечала, к сожалению. Шведы Некрофобик тоже записали новый альбом, называется Mark of the Necrogram, и выйти он должен 23 февраля на Century Media Records. Будем ждать, что они там сочинили. Венгерская группа Ectomorph анонсировала выход нового альбома. Вообще, отличная группа, мне всегда нравилось то, что они делают, и надеюсь, новый релиз будет не слабее предыдущих. Грядущая пластинка получит название Fury и появится 16 февраля на AFM Records. Отличная новость для любителей пауэр-метала. Бразильцы Энгра наконец-то записали новый альбом, называется он Omni, это уже девятый по счету. Обещают они нам что-то очень и очень, насколько это будет очень, мы послушаем. А выходит альбом 16 февраля на Ear Music. Ну и немного забегая вперед, не могу не сказать и об этой новости. Легендарные британские хэви-металлисты Джодас Прист также анонсировали новый альбом, который называется Fire Power. Они тоже обещают нам что-то с ног сшибательное. Будем очень на это рассчитывать. Но выход не зимой, а в начале марта 2018 года. И еще одна новость, которая относится к марту, это новый альбом Susperia The Lyricist. Я уже говорил об этой группе, вернее рассказывал ее историю, она есть здесь на моем канале. И также говорил, что после долгого перерыва они записали новый альбом уже с новым вокалистом. Выйти он должен был в октябре-ноябре этого года. Но, видимо, что-то не состыковалось и релиз перенесли на март 2018 года. Но, во всяком случае, у нас уже есть конкретная дата. Это 16 марта. Значит, надеюсь, больше переносов не будет. И последняя на сегодня новость. Это Диму Боргер. Наконец-то они хоть что-то нам сообщили. Сообщили, что альбом записан, все сведено, смикшировано и так далее. Обложка нарисована и дело осталось за малым. То есть, напечатать буклеты, все это растиражировать и, в общем-то, готовить выпуск. Обещают нам его на зиму, то есть на самое начало 2018 года. Но я в это категорически не верю, потому что если группа до сих пор не сообщила название альбома, до сих пор не засветила обложку альбома, это значит, что релиз состоится очень и очень нескоро. Потому что, опираясь на опыт, если даже группа сообщила конкретную дату релиза, показала обложку, то, как правило, это примерно за два, это минимум. А то три, четыре, а иногда и пять месяцев. Так что, думаю, что раньше, чем в середине весны, нового альбома нам не ждать. На этом все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующем обзоре.